Ламповый фестиваль на берегу живописного озера. В 10-й юбилейный раз подряд в Ивановском районе состоялся фестиваль бардовской песни «Высоковская струна». В этот раз участников, самобытных авторов-исполнителей, профессионалов и любителей собралось больше 50, в том числе гости из Владимирской, Ярославской и Московской областей. Сегодня мы слушаем конкурсные прослушивания организованы по трем номинациям. Это авторская песня, то есть автор-исполнитель, просто исполнители и юбилейная номинация «10 лет в Ивановском районе» тоже для авторов-исполнителей. Вообще для всех участников и гостей будет очень широкая культурная программа спортивная. Программа спортивных соревнований по волейболу, дартсу, прием нормативов в ГТО, спортивный ориент-шоу, то есть шоу по ориентированию. Жюри оценивает прежде всего личность выступающего, его умение держать зрителя, способность самовыражения и только после исполнительское мастерство, голос и текст песен. В 2018 году конкурс пройдет по трем номинациям. Первая – автор-исполнитель, вторая номинация у нас будет «10 лет в Ивановской струне» и третья – исполнителя. Каждый участник представляет на конкурс одно произведение. Традиционно авторы-исполнители вдохновляются темами любви, долго перед родиной, красотами природы. Кто-то берет за основу исполнительскую манеру Высоцкого, кто-то Митяева или Висбора. Некоторые удивляют собственным креативом. Мы приезжаем не первый год и каждый раз наводим шороха. Наш коллектив всегда устраивает то, чего никто не ждет. Но сегодня мы решили выступить с лирической композицией. Лирика всегда трогает людей, поэтому люди выбирают такие песни, пишут их. Фестиваль «Высоковская струна» – мероприятие душевное, доброе, семейное. Здесь непередаваемая атмосфера любви к музыке и искусству. Изюминка в том, что проходит он на природе. Песни разносятся на много километров вокруг. Мероприятие действительно уникальное. Оно собирает людей разных возрастов, разных мыслей, но одинаково открытых авторской песни. Вообще душа поющего человека открыта для добра, для света. Вокруг поющего человека объединяется семья, друзья, коллектив на работе, поселок, город и страна в целом. Мы разошлись, нас совещавшись вдоволь. Пошли вязать покрепче вещь-мешок. Упаковала я спички, соль и воду. Взял удочку, мангал и котелок. Взял удочку, мангал и котелок. Александр приехал в Иваново из Суздаля. Выступает уже третий год. Рассказывает, выход на сцену, возможность преодолеть свои страхи и заодно поделиться с аудиторией новыми песнями. Для конкурса мужчина выбирает легкие и добрые композиции. Грусти и тоски, говорит, хватает и в жизни. У меня близка тема туризма. Две песни у меня получилась одна за одной. Одна автобиографичная такая. А это продолжение ей уже тоже. У него 20 лет спустя. То же самое песня. Походу, чуть-чуть позже. За 10 лет существования фестиваля его посетили более 5000 человек. Для участников и зрителей каждая высоковская струна – возможность выбраться на природу и хоть на пару дней стать частью музыкального искусства. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ивановский район.